Девушки отдыхают Шерлок Холмс не такой уж хороший Он перестал мне нравиться Я кое-что нашел Не надо Мы его разлюбили, но ты его не бей А ну верни Подумаешь, кукла Это чердак Шерлока Холмса Здесь все принадлежит ему Ну и что было дальше? Читай Три следа, два тупика Бедняга-племянник мертв Но Бэйнс поймал убийцу епископа Остался только крысобой Вы его допросили? Нет Ну и когда же вы намерены это сделать? Когда найду его Что? Уж не хотите ли вы сказать, что он опять сбежал? Да, но на этот раз вы не виноваты И я тоже, если на то пошло Вы меня использовали, Холмс Я помог одному из самых опасных преступников королевства Сбежать из тюрьмы Так объясните, зачем? Какой смысл? Вы лишь завалите меня новыми бестолковыми вопросами Но вы хотя бы отдаленно Представляете себе, где он может прятаться? Да отвлекитесь вы от Ганса Шильмана, Ватсон Лучше подумайте о епископе Так или иначе, теперь это главные новости Взгляните на заголовки Все газеты об этом пишут И Глоуп Эксплорер в том числе Вот радость-то для этих писак Дайте собачкам погавкать, Ватсон Почему Фарли так хорошо осведомлен? Взгляните Он пишет даже о нашем визите в курильню опиума Причем с подробностями Откуда он знает? Покажите Вопреки вашему мнению, Ватсон Я не считаю, что все наши следы привели в никуда Мы попросту не нашли общий знаменатель Что-то, что связывает эти события Возможно, недостающее звено Таинственный информатор Фарли Думаете, стоит выяснить его личность? Это первостепенная задача Посмотрим на карту Стоит побеседовать с мистером Фарли Продолжение следует... Продолжение следует... Вот и кабинет Фарли. Этот журналист не имеет понятия об этике. Пришпилил статейки к стенам, как охотничьи трофеи. Теперь мы выясним, почему он так настойчиво стремится опорочить ваше имя. Может быть. Кофе. Ещё горячий. Электрический щиток. Интересно. Сигареты. Сорт самый обычный из дешёвых. Удостоверение журналиста. Осмонд Фарли. Это его пальто. Я не могу сейчас уйти. Дверь заперта. Фарли боится, что нагрянут незваные гости. Я должен ненадолго отойти, мисс Жанна. Скоро вернусь. Отложите все мои встречи и отправьте это сообщение. Срочно. Мистер Осмонд Фарли, полагаю. Мистер Холмс и мистер Ватсон. Какой сюрприз. Вас удивляет, что жертвы вашего злословия решили нанести вам визит? Я не злословлю. Я несу истину. И вы готовы держать ответ за свои слова, мистер Фарли? Это что, угроза, мистер Холмс? Не угроза. Предупреждение. Вам меня не запугать, мистер Холмс. Я знаю все ваши грязные секреты. А скоро и весь Лондон узнает, кто на самом деле скрывается под личиной гениального детектива. Я открою всему миру, каков настоящий Шерлок Холмс. Господа, не желаю вам ничего хорошего. Ну и грубиян. Подумать только, даже руки не подал. Не придется руки мыть. Вы заметили крошки на его сюртуке? Он только что пообедал, все пальцы наверняка в жире. В том самом, от которого блестели губы. Отвратительно. Похоже, этот человек неряшлив. Вы ошибаетесь, Ватсон. Судя по покрою его одежды, он заботится о том, чтобы хорошо выглядеть. Фарли не успел привести себя в порядок, потому что увидел нас из окна и поспешил удалиться, чтобы избежать разговора. Но почему? Мы это выясним, когда осмотрим его кабинет. Секретарь вас не пустит. Вы же не собираетесь ее оглушить, Холмс. Только если не останется другого выбора. Секретарь сейчас отправляет сообщение по электрическому телеграфу. Фарли попросил ее об этом перед уходом. Нужно как-то нарушить работу этого устройства. Тогда ей придется идти на телеграфную станцию в Кенсингтоне. Если сложить путь туда и обратно, да плюс несколько минут на отправку телеграммы, это даст нам достаточно времени, чтобы не спеша обыскать весь кабинет. Полагаю, нет нужды указывать на то, что этот обыск незаконен. Разумеется. Закрыто. Нужен инструмент, чтобы снять крышку. Электрический щиток. Интересно. Нужен инструмент, чтобы снять крышку. Вешалка с большим железным крюком. Ага, слышу электрическое жужжание. Секретарь пользуется электричеством. А это выключатель. Попробую вызвать короткое замыкание. Попробую вызвать короткое замыкание. Секретарь пользуется электричеством. Попробую вызвать ее. Секретарь пользуется электричеством. Секретарь пользуется охранник. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Неужели вы были секретарем, прежде чем стать... Кто знает, кто знает... Должны же быть у человека какие-то секреты... В этой машинке нет ленты... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Кто-то задернул штору Как будто хотел сохранить что-то в тайне В этом шкафу много ящиков Каждый помечен литерой Здесь наверняка содержится немало ценных сведений Но мы же не можем проверить каждый Нужно знать, что искать Связка ключей Телефон Одно из чудес науки Рядом с ним недавно записали какой-то номер Хм... Изящный почерк Холмс Этот номер мне кажется знаком Да Но чтобы убедиться, давайте позвоним Мисс, будьте добры и соедините меня с номером 1313 Это Скотланд-Ярд Разумеется Так, я начинаю понимать Завидую вам Судя по запискам на доске Наш репортер трудолюбив и организован Фотография принца Вудвилла Очевидно, Фарли тоже заинтересовался этим делом Жуткая история И довольно странная Продолжение следует... Что меня смущает Так это внезапный приступ всеобщего безумия А бутерброд он не доел Кресло не на месте Эта книга упала с полки Приключения Шерлока Холмса Ха, надо же Это мои записки о ваших расследованиях Полагаю, Ватсон их прочитал Настоящий следственный репортер Мои приключения Упали с этой полки Ключ остался в замке Ключ остался в замке Пустая трата времени Кончик сигары еще горячий Эту пепельницу Это пепел от обычных сигарет известной марки И он еще теплый Когда мы вошли в кабинет секретаря, Фарли был не один Вы правладельца этой сигары? Да Репортер курит обычные сигареты Чувствуете едва уловимый аромат имбиря? Так пахнут первоклассные гаванские клариссимо Наш таинственный гость явно богат, Ватсон Этот сорт самый дорогой И я не могу себе представить Чтобы истинный ценитель бросил такую замечательную сигару Недокуренной Мы не видели, чтобы кто-то выходил Значит, он выбрался через потайную дверь И как же мы ее найдем? Восстановим картину действий Фарли перед нашим приходом Посмотрите, вокруг полно улик Попробуйте сделать маленькую Продолжение следует... Попробуйте сделать маленькую И resumes Продолжение следует... 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 Судье, стойте. Вы сказали сэр Беккет? Знакомое имя. Да, точно. Какое невероятное совпадение, Холмс. Не далее, как этим утром, я читал о нем в Globe Explorer. Определенно у этого Беккета прочные связи со скандальной прессой. Вот. Я купил ее у сорванца, который убежал при кармане в сдачу. Я точно видел его здесь раньше и... Это не важно. Показывайте статью. Продолжение следует... Если повезет, уйдем оттуда с парой сигар к Лариссиме. Не так уж и удивительно, что вами заинтересовался судья высокого суда. Как-никак, вы раскрыли столько преступлений. У него может быть тысяча и один повод для любопытства. К чему вся эта секретность? Действительно странно. Может быть, он просто не хочет, чтобы его видели в обществе журналиста вроде Фарли. Наш почтальон, мистер Кирби, мой должник. Он узнает для нас адрес Беккета. Я отправляюсь в Королевское почтовое управление. Поговорю с ним. Хорошо, доктор. Только не тяните. А я тем временем подготовлюсь к предстоящему визиту. Я узнал адрес сэра Куцца Беккета. Выпьем по чашке чая и в путь. Нам не до чая, Ватсон. Выходим без промедления. Посмотрим на карту Лондона. Продолжение следует...